Летающие рыбы, осьминог, перевоплощающийся в подводных соседей, грызун с потрясающим иммунитетом и рак-богомол, удару которого позавидует любой боксер. Как же им это удается? Давайте разбираться! И в этом выпуске вы увидите самых редких существ с уникальными особенностями и способностями. Летучий дракон Услышав это название, вы можете подумать, что речь пойдет о каком-то мистическом и необычном существе, которое предположительно умело летать. Да, с необычным вы попали в точку. Но летучий дракон – это точно не мистический род. Это вполне живые и здоровые ящерицы, которые населяют Юго-Восточную Азию. Отличить их от прочих ящериц довольно просто. Кожные складки по бокам позволяют нашим гостям филигранно перелетать на расстояние до 20 метров. И это при том, что сами животные очень маленькие, обычно не более 20 сантиметров в длину. Разумеется, что ящерки не могли отрастить себе крылья и начать летать подобно классическим птицам. По крайней мере, пока. Они забираются на самое высокое дерево и спрыгивают, как ассасины. Вот только вместо стремительного падения, строение тела гарантирует им медленный, но уверенный полет, который, кроме всего, будет еще и вполне управляемым. Каждый приличный самец летучего дракона контролирует территорию из нескольких высоких деревьев. Если какой-нибудь гад вступит на его земли, ящерица раскроет свои крылья, чтобы показаться большой, и попытается напугать чужака. В отличие от неприглядной чешуи дракона, сами крылья всегда выполнены в очень ярких цветах. Хищник или конкурент, как правило, пугается неизвестного и неожиданно увеличившегося в размерах врага и не решается нападать. Если же тактика даст сбой, то нашему гостю ничего не останется, кроме как забраться на это же самое дерево в ускоренном темпе и спрыгнуть с него по добру, по здорову. Помимо планирования и защиты своей территории, крылья также нужны ради привлечения самок. Именно по ним представительницы противоположного пола определяют своего суженного и соглашаются на семью. Так, про летающую ящерицу поговорили, а значит пришло время обсудить и летающего грызуна. Время пришло. Имя ему обыкновенная летяга, и это одно из самых прекрасных созданий, которые я когда-либо встречал. Уверен, под конец этой истории вы сами захотите себе летягу. Ага, поверил. Начнем с того, что это существо внешне очень похоже на белку, между передними и задними лапами, у которой имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью. Это и есть летательная перепонка, которая играет главную роль во время прыжков летяги. Я вам так скажу, если бы не умение летать, скорее всего эти существа уже давно бы вымерли. Дело в том, что за ними охотятся буквально все, кому не лень. И птицы, и наземные хищники, способные лазать по деревьям, и даже люди. Но поскольку наша героиня все-таки остается живой, значит у нее есть какой-то туз в рукаве. И название ему – способность менять траекторию прямо в полете. Из-за этого многие хищники прыгают не в ту сторону, в которую направляется наша чудо-белка, и теряют ее из виду. Причем упустить летягу проще простого, поскольку габариты у нее крошечные. Длина тела не превышает 23 сантиметров, а весит она всего около 170 граммов. Что же до места ее расположения, летяга населяет старые лиственные и смешанные леса, в которых активничает круглый год. По наблюдениям специалистов, наша гостья почти все свободное время занимается поиском пищи, перелетая с одного дерева на другое. Основу ее рациона составляют почки различных лиственных пород, верхушки побегов, молодая хвоя, а также грибы и ягоды, если речь идет про летнее время года. Что удивительно, если несколько летяг поселятся на одной территории, они никогда не будут ругаться между собой и ссориться за еду. Наоборот, они будут стараться помогать ближнему и при необходимости даже делиться с ним. Из-за этого и ряда других факторов люди заводят летяг у себя дома. Там они летают, приземляются четко на руки, едят листики с ягодами и в целом живут припеваючи. Летучие рыбы Ладно, еще ящерицы умеют летать. Допустим, на это же способны и грызуны, но чтобы рыбы, это уже за предделами моего понимания. Тем не менее, летучие рыбы действительно есть, и это не шутки. Их отличительной особенностью являются большие грудные плавники, позволяющие выпрыгивать из воды и осуществлять непродолжительный планирующий полет. Забегая немного наперед, объясню, что таким образом рыбы зачастую избегают потенциальной опасности или уходят от погони. Вообще, на данный момент в их отряде 64 вида, которые еще и разделены на 7 родов. У всех них вытянутое и стройное тело, длина которого может быть от 15 до 50 сантиметров. Распространены преимущественно в тропиках и субтропиках, где, как правило, держатся маленькими стаями. Есть виды, которые встречаются исключительно в прибрежной зоне, а есть те, кто, наоборот, предпочитает жить подальше, в открытом океане. Основу рациона наших гостей составляют планктон, мелкие ракообразные, моллюски, а также личинки других рыб. Это все, безусловно, очень интересно, но я все же предлагаю вернуться к их главной фишке и разобраться в том, как именно они совершают свой полет. Согласно комментариям ученых, это происходит следующим образом. При помощи сильных ударов хвостом они быстро выскакивают из воды и парят по воздуху, используя свои широкие грудные плавники. Способность к парящему полету выражена у конкретных видов в неординарной степени и зависит от габаритов рыбы и количества плавников для полета. Поскольку разные члены семейства живут в разных условиях и имеют разные габариты, эволюция протекла в двух направлениях. Первые рыбы используют во время полета только лишь грудные плавники, а вторые ими не ограничиваются и добавляют сюда же брюшные плавники. Последние, конечно же, летают быстрее и, по некоторым данным, могут разогнаться до 80 километров в час. В большинстве случаев дальность полета может составлять около 50 метров, хотя при сильном ветре и прочих подходящих условиях рыба может пролететь и все 400 метров за раз. Увы, но управлять этим процессом рыбы пока не научились, поэтому они летят строго по прямой. Летающий монстр Знаете, эти два слова отлично описали бы предыдущее существо, то есть рыбу. Все-таки перелеты ей совсем не свойственны, а она чуть ли не полкилометра за раз пролетает. Но вот именно летающим монстром я бы скорее назвал это создание. Кто это такой, неизвестно, но если верить комментариям автора снимка, перед нами таинственный житель лесов близ реки Амазонка. Судя по этим огромным и острым зубам, перед нами хищник, а крупные размеры говорят о том, что он вполне может охотиться и на людей, и на любую другую крупную живность. Как вы думаете, этот снимок настоящий или нас пытаются обвести вокруг пальца? Напишите в комментариях. Ну а пока вы пишете, мы пойдем дальше и посмотрим на других, не менее удивительных существ, каждая из которых обладает своей уникальной способностью. И первым в нашем списке будет голый землекоп. Это относительно небольшой роющий грызун, обладающий уникальными для млекопитающих особенностями. У него очень сложная социальная организация, полностью отсутствует шерстяной покров, а также он не чувствителен к некоторым страшным заболеваниям. Но предлагаю не скидывать все в одну кучу и разобраться в этом постепенно. Итак, начнем с социальной структуры. Она в случае голого землекопа напоминает структуру общественных насекомых. Все особи в колонии состоят в родстве и редко куда-либо отселяются. Если говорить проще, то их жизнь примерно такая же, как у пчел. Вся семья трудится и крутится вокруг одной главной самки, которая раз в несколько месяцев рождает потомство. Причем делать это можно только ей, опять же, прямо как у пчел. Самцы играют роль копателей или охранников, а самки становятся няньками для неокрепших малышей и прислугой для большой мамочки. Кстати, о главной самке землекопе она подруга не глупая, поэтому на корню обрубает возможность других самок заниматься продолжением рода. Чтобы у конкуренток не появилось такого желания, она подсыпает им в чай специальные гормоны, блокирующие это желание. Чаем, если что, я назвал фекалии главной самки. Убирая за своей королевой, прислуги автоматически получают дозу противозачаточного. Теперь у нас на очереди внешний вид голого землекопа. Как вы уже поняли по названию и заметили по видеоряду, этот красавчик действительно полностью голый. У него отсутствует волосяной покров, но зато присутствуют длинные и острые зубы. С их помощью наш гость превратил свою пасть в полноценную буровую установку, которая он успешно и крайне быстро прогрызает себе нужные входы и выходы. Говорят, что около четверти всей массы зверяка уходит именно на сложную и мощную челюсть. Это, кстати, не единственный удивительный факт про зверька. Несмотря на болезненный внешний вид, голый землекоп по праву считается одним из самых здоровых животных на свете. Он абсолютно не восприимчив к термическим или химическим ожогам, а также обладает потрясающим иммунитетом к раку. За всю долгую историю наблюдений лишь две особи заболели им. Секрет, как оказалось, не в утренней зарядке, а в генах. Ученые расшифровали геном и выяснили, что организм землекопов способен самостоятельно исправлять повреждения в молекулах ДНК, что и препятствует развитию онкологии вместе с прочими болячками. А еще, кстати, эти землекопы никогда не умирают от старостей. Их мозг долго находится в детском, недоразвитом состоянии. Поэтому если голый землекоп погиб, то значит он сделал это с честью, в бою. Или же умер от остановки сердца. Эх, вот бы тоже быть таким, как голый землекоп. Уметь регенерироваться и не стареть. Увы, но быть такими, как они, могут лишь сами землекопы. И разве что мимикрирующий осьминог. Это создание действительно умеет принимать форму и общий вид любого другого существа, о котором оно будет знать. Это главный актер, который неизменно и регулярно получает свой личный подводный Оскар. Данный вид был открыт в 1998 году вблизи Сулавеси, что в Малайском архипелаге. В скором времени ученые выяснили, что этот осьминог умеет изменять цвет и текстуру кожи, повторяя внешний вид грунта или цвет воды. Вы скажете, но это же в той или иной степени умеют и другие осьминоги. Да, вы будете правы, но наш гость помимо всего этого также умеет изображать и другие организмы. Ему по силам имитировать внешний вид и поведение более 15 групп морских существ, в числе которых змеи, медузы, крабы, креветки и остальные. Землекопа, если что, в этом списке нет, я шутил. Установлено, что осьминоги способны определять, какое животное необходимо изобразить, в зависимости от того, какого хищника они заметили. Откуда у них такой широкий кругозор и где эти красавчики проходят уроки актерского мастерства, выяснить пока не удалось. Хотя, знаете, будь я мимикрирующим осьминогом, я бы круглые сутки притворялся электрическим угрём, поскольку ни один адекватный подводный житель не станет на него нападать. Да, быть может, убить угря у них и получится, но за это придётся заплатить собственной жизнью. Подобный размен, как мне кажется, слегка неравноценен. Электрический угарь – рыба из отряда гимнотообразных, которая, несмотря на внешнее сходство с обычным угрём, никакого отношения к нему не имеет. Электро от мира животных населяет реки северо-восточной части Южной Америки и притоки среднего и нижнего течения Амазонки. Первые сведения об этом подводном ужасе европейцы получили от испанских завоевателей. И что-то мне подсказывает, люди рассказывали о нём далеко не с улыбкой на лице. Я вам больше скажу, натуралисты того времени даже не поверили, что какая-то рыба вообще может биться током. Они подумали, что угри каким-то загадочным способом замораживают свою жертву. Но вскоре, к счастью, правда вскрылась, и изучение этого монстра полноценно началось. Оказалось, что электрические угри могут использовать свой врождённый ток сразу по нескольким назначениям. Они могут атаковать с его помощью совершенно любого врага и мощнейшим зарядом отправлять того на другой свет. Альтернативное применение тока – защита. Когда угря кто-то кусает или банально дотрагивается до него, наш гость тоже излучает ток и забирает оппонента с собой. Но если мы говорим не про битвы, то этот угарь может использовать электричество ради ориентации в пространстве. Для этого наш гость будет излучать небольшие короткие разряды, которые помогут ему создать полную картину происходящего и следить за миром вокруг, подобно радару. А ещё, кстати, на органы, связанные с электричеством, у этого существа уходит 80% длины всего тела. Павлиний рак-богомол Как вы думаете, какая суперспособность может быть у существа с таким названием? Быть может, это ракообразное тоже круто маскируется? Или, я не знаю, меняет цвет? На самом деле, всё гораздо проще и понятнее. Павлиний рак-богомол – обладатель самого стремительного удара на всей Земле. Во время охоты его конечности мгновенно развивают скорость до 100 км в час, что примерно в 50 раз быстрее, чем моргание глаз человека. Также это сопоставимо с ударной силой, вылетающей из ствола пули 22-го калибра. Мощность, с которой этот рак-богомол лупит по своим врагам, составляет около полутора тысяч ньютонов. С такой силищей он без каких-либо проблем разбивает даже самые прочные раковины моллюсков и добирается до сладкого перекуса. А ещё его скорость удара вызывает образование кавитационных пузырьков. Когда эти пузырьки с непростым названием лопаются, они выделяют большое количество тепла, временно повышающего температуру до очень высокого уровня. Из-за этой особенности броня моллюсков ещё сильнее подвержена риску раскалывания. Помимо всего этого, наш сильный и резкий гость – один из самых крупных и красочных раков-богомолов. Его размер может достигать 18 сантиметров. Увидев его под водой, так и не скажешь, что этот красавчик может вытворить нечто подобное. Правда? Кстати, я совсем забыл рассказать вам секрет его фантастической силы. Он заключается в так называемом щёлкающем механизме. В том, что руки рака не двигаются, пока в них не наберётся достаточно силы. А когда сокращение мышц становится максимальным, механизм спускает всю накопившуюся мощь на удар, как курок. Можно подумать, что раз уж это похоже на выстрел из ружья, из-за столь сокрушительной мощи должна быть и не менее убийственная отдача. Но это не так. Каждая хитиновая чешуйка на лапках располагается по спирали относительно друг друга. Кажется, что это мелочь, но на самом деле, из-за подобного покрытия, где волокна выложены слой за слоем, прочность вырастает на десятки процентов, а отдача не бьёт напрямик. Вместо этого она постоянно перенаправляется, отчего теряет свою разрушительную силу. А теперь я предлагаю взглянуть на самых поразительных животных, которых люди нашли в пустыне. Молох. На самом деле, если даже этот гигантский монстр и существовал в прошлом, что-то мне подсказывает, что он не был чрезвычайно опасным. В жизни часто так происходит. Огромные существа ведут себя спокойно и доброжелательно, а маленькие проявляют агрессию и нападают. Одним из представителей крох, которого стоит опасаться, является Молох. Это такая ящерица, найденная в пустыне. Своё название она получила от божества, которому по преданиям приносили человеческие жертвы. Видимо, Молох решил не подводить своего божественного прадеда и уверенно поселился в австралийском песчаном аду, где других богов, кроме него, самого толком и нет. Главной фишкой ящерицы являются её повсеместные острые наросты. Они нужны ей не для красоты. Ящерица пользуется ими для защиты от местных варанов и птиц. Если те подозрительно смотрят в её сторону, ящерка просто идёт к ним навстречу и тем самым прогоняет прочь. Тем не менее, рисковать Молох не любит. При намёке на опасность, он практически всегда с головой погружается в исследование местной почвы, исчерпывая конфликт хищника и жертвы. Фараонов Филин. Альфа-хищник. Какой он? Наверное, огромных размеров, с огромными клыками, да ещё и каким-нибудь ядом, да? В целом, создание с такими характеристиками определённо стало бы Альфой, но в природе есть и другие примеры, когда это звание получали существа совершенно иного склада. Одним из таких является фараонов Филин. Он стал Альфой лишь из-за того, что в природе у него просто нет конкурентов. При этом сам Филин далеко не самый выдающийся представитель пернатых. Скромная кремово-пятнистая тушка птицы в длину не больше полуметра, а масса редко превышает 2 килограмма. Однако даже с такими характеристиками животное умудрилось стать доминирующим хищником на своей территории. Но как ему это удалось? Что за территория такая? Всё просто. Птица перебралась в пустыне. Там, среди голых и стёртых ветром скал и каменистых пустошей, пташка чувствует себя королём, потому что другие чувствуют только невыносимую жару. Он выбирает себе вторую половинку на всю жизнь и летает припеваючи, ест жучков, скорпионов и осматривает территорию по ночам. Черноногая кошка. А вот кто ещё любит прогуливаться по пустыням среди ночи, так это опаснейшая черноногая кошка. И тут вы меня спросите. Ты что, правда хочешь сказать, что вот этот милый котёнок представляет хоть какую-то ощутимую опасность? С ума сошёл, что ли? Погодите, погодите. Не забывайте о том, что внешность может быть обманчивой. И это как раз такой случай. Черноногая кошка – одна из самых опасных представительниц мира животных в пустыне в целом. Эта милашка каждую ночь повинна в гибели по меньшей мере 10-15 животных. Не просто так в её рацион входит более 50 видов существ. Причём среди них есть даже те, кто крупнее нашей кисы в несколько раз. Что насчёт её габаритов, то длина самок обычно не превышает 45 сантиметров. У самцов же доходит до 50. Весят черноногие кошки не более 2,5 килограмм. Вместе с крошечными габаритами ввести в заблуждение могут и их глубокие, широкие глаза. Глаза прямо как у кота в сапогах. Вот только природа наделила их ими не забавы ради, а с целью улучшенной ночной охоты. За сетчаткой глаза расположен особый сосудистый слой, выполняющий функцию отражателя, который необходим для качественного ночного зрения. Он увеличивает зрительную способность и вызывает ярко-голубое свечение глаз ночью. Такое восхитительное зрение в совокупности с потрясающим слухом делают черноногую кошку безупречным охотником, от которого никому, даже самому тихому зверьку, будет не скрыться. Но даже учитывая все ранее сказанное, в африканских пустошах жизнь и для этой зверюги не сахар. Воды частенько не хватает, поэтому черноногая кошка научилась добывать ее прямо из тушек своих жертв. Его внешний вид. Да тут же сплошные кожа до кости. Это худая дворняжка или кто? На самом деле это аравийский волк, мелкий подвид серого волка. Взрослые животные в среднем весят 20 килограмм. Обычные волчары весят в разы больше, ведут себя хищники соответствующие, лопают все, что хотя бы пахнет едой, воруют, бродяжничают и пытаются не помереть от голода. И вы знаете, выживать у них получается очень даже хорошо. В отличие от газели и дам, они успели адаптироваться к новым условиям жизни и осознанно уменьшились в размерах. Дело в том, что это им попросту необходимо для скорейшего охлаждения после долгого нахождения под солнцем. Кроме этого, волки последовали еще одному интересному правилу, по которому их лапы и другие выступающие органы стали более крупными, чем у обитателей холодных краев. Таким образом, они гораздо быстрее и эффективнее рассеивают тепло и охлаждают организм. А теперь давайте поговорим про гунди, про этих милых и забавных грызунов из далеких пустынь, которые прибегли к крайне странному методу выживания, о котором вы узнаете немного позже. Итак, начнем с того, что зверька запросто можно спутать с морской свинкой. У них обоих глазки-бусинки, 200 граммов веса, ушки на макушке. Короче, выглядит он как типичный грызун. Хотя грызуна в нем на деле самый минимум. У большинства реальных грызунов в эмали есть железо. У гунди же оно отсутствует, поэтому слишком твердая пища запросто может поломать его зубы. Но не переживайте за его сохранность. Этот зверек не глуп, он не ест вредное и твердое, а отдает предпочтение растениям. Ну а что, это хороший вариант. Растения и насыщают тельце этого красавчика, и в то же время обогащают его влагой. Настолько хорошо, что гунди научился не пить воду вовсе. Жидкие отходы жизнедеятельности концентрируются до такой степени, что почти не выводят воду из его организма. Однако, какой бы интересной эта особенность ни была, главная фишка создания заключается в следующем. Днем, когда на улице жарко, гунди прячется в тенек и охлаждается. А с наступлением вечера ему становится достаточно холодно, и он начинает обниматься с сородичами. Эти зверьки укладываются друг на друга и в такой вот тесноте засыпают или просто отдыхают. А знали ли вы, что в пустынях водятся макрицы? Вот и мне раньше казалось, что это словосочетание невозможно. Тем не менее, это правда, и макрицы не просто пристроились в пустынях, а играют для них важнейшую роль. Ведь во время строительства своих домиков, то есть во время того, чем они занимаются чуть ли не всю свою жизнь, они оставляют отходы на поверхности, и именно с их помощью почва достаточно хорошо удобряется и улучшает растительность на всей территории. В остальном же пустынные макрицы – обычные рачки, которые освоили жизнь на суше и привыкли прятаться где-то в норке, которую они сами же и обустраивают. Живут они семьями и тщательно следят за окружением. Настолько, что в каждом их домике есть свой охранник, пускающий внутрь лишь тех, кто испускает соответствующие феромоны. А теперь я расскажу вам о по-настоящему живучих существах. Самых живучих вызывали? В разговоре о прошлом загадочном членистоногом я упомянул тот факт, что оно довольно хорошо адаптируется к пещерному климату. Похоже, герой нашей следующей истории услышал это краем уха и решил показать, кто здесь настоящий король выживания в адских условиях. Я говорю о не так давно открытом виде тихоходок, найденном в Финляндии. Забавный факт, этих существ прозвали в честь змеи из Гарри Поттера за их удивительную выносливость и живучесть. Как вы помните, прикончить нагайну удалось лишь мечом Гриффиндора, пропитанным ядом Василиска. И ладно, в фильме я это как-то мог понять. Как ни крути, змея была большой, да еще и магической. Но наши-то гости достигают в длину от силы полтора миллиметра. Во рту у них всего несколько острых зубов игл, которыми они вгрызаются в растения или другую добычу. Крупные тихоходки могут поедать калавраток, нематод и даже других тихоходок. Из-за феноменальной живучести они распространены по всей планете. От горных вершин Гималаев до морских глубин. Их разносят ветер, вода и животные. Больше всего они любят пресноводные водоемы и влажные лишайники. Тем не менее, несмотря на микроскопические габариты, новые тихоходки способны жить где угодно, и кроме всего этого, выживать там, где все другие погибли бы. Сейчас я перечислю малую часть того, что ученые творили с этими созданиями. Для понимания скажу сразу, все испытания наши подопытные прошли на ура. Итак, их замораживали на 30 лет при температуре минус 20 градусов Цельсия. Также их в течение 20 месяцев держали в жидкой кислоте при температуре минус 193 градуса Цельсия. Тихоходки смогли выдержать 8-часовое охлаждение жидким гелием до минус 271 градуса Цельсия и нагрев до плюс 60-65 градусов Цельсия в течение 10 часов. Температуру в 100 градусов по Цельсию они выдерживали в течение часа. Тихоходок пытались уничтожить ионизирующим излучением. Доза в 570 тысяч Бер справилась лишь с половиной подопытных. Для сравнения, человек погибает при дозе 500 Бер. А еще японские биофизики провели эксперимент, в котором создание поместили в заполненную водой камерой высокого давления. Люди постепенно доводили давление до 6000 атмосфер, и большинство тихоходок оставалось в живых. Может, это какое-то инопланетное существо? Я не верю, что мать природа могла создать настолько живучих тварей. Оф, что-то я как-то даже проголодался, пока рассказывал про выживаемость тихоходок. Сейчас бы поесть вкусных креветочек. Просто кайф. Жаль, все они какие-то однообразные. Нельзя купить ничего необычного. Или можно? Насчет того, кто вам их продаст, думайте сами, но факт остается фактом. Совсем недавно миру открылся новый вид креветок, так называемый скелетный. Эти существа похожи на сказочных созданий, и, безусловно, являются одними из красивейших во всем мире. Если кто-то захочет лично выдвинуться на их поиски, отправляйтесь к пещере на острове Санта-Каталина, неподалеку от Южной Калифорнии. Размер самки составляет примерно 2,5 миллиметра, а самца 3 миллиметра. Поэтому не забудьте вооружиться лупой. Нимба миотис История обнаружения следующего существа довольно проста и в то же время интересна. Люди из Западной Африки думали, как им сохранить популяцию летучих мышей. Их привычные места обитания были заметно подпорчены, из-за чего сообщество приняло решение начать поиски нового дома для этих созданий. Довольно быстро люди наткнулись на какую-то заброшенную шахту и посчитали ее шикарным вариантом. А теперь представьте их удивление, когда они поняли, что поймали двух зайцев сразу. И место для летучих мышей нашли, и новый вид этих созданий открыли. Назвали его Нимба миотис. Отличить его представителей от остальных довольно легко. У новеньких оранжевый мех. Понять, насколько это редкий экземпляр, какую роль в экосистеме он играет, и все в таком духе пока не удалось. На это нужно время. Но не переживайте, наши друзья-ученые занимаются этим процессом. Ждем новостей через годик-два. Нано-хамелеон А вот кого точно не удалось бы найти даже ученым, хоть исследуя они пещеру с переносным микроскопом, так это нано-хамелеон. Этого кроху обнаружили на Мадагаскаре. Это самый мелкий известный хамелеон, и, вероятно, самая мелкая рептилия в мире. Длина тела взрослого самца составляет всего 13,5 миллиметров, от кончика морды до оклааки. К сожалению, горные леса, в которых обитает нано-хамелеон, быстро исчезают под натиском земледелия, так что будущее миниатюрной рептилии крайне неопределенное. Держим за хамелеона кулачки. Лягушка-тапир Помните, как мы сравнивали тихоходок со змеей из Гарри Поттера? Так вот, по всей видимости, Джоан Роулинг, британская писательница и автор серии всемирно известных романов о мальчике-волшебнике, что-то знала. Как иначе объяснить очередное сходство ранее неизвестного науки существа с шоколадными лягушками из ее книг? На сей раз я говорю о создании, которое нашли в бассейне реки Путумайо в Перу. Представители этого вида достигают длины 1,8 сантиметра и обладают коричневой кожей с животом кремового цвета. Благодаря особой форме тела, лягушка-тапир с легкостью роет норы. Исследователи смогли обнаружить этот вид только благодаря их характерным голосам, издаваемых существами для коммуникации. Давайте же теперь взглянем на самую опасную рептилию в мире. Комодский дракон Даже само название этого существа говорит о том, что оно крайне опасное. И правда, разве бывают безобидные драконы? Есть у этого монстра еще одно название – Комодский варан. Это самый крупный ящер на планете, а также одна из самых больших рептилий в мире. Комодские вараны могут вырастать более 4 метров в длину и весить свыше 130 килограмм. По этой причине они опасны практически для любого живого существа в своем ареале на Индонезийских островах. Из-за того, что комодские вараны могут соседствовать с людьми, они нередко ввязываются в битвы с домашними собаками. Если собак много, то они могут противостоять варану, но если пес один, то ему, скорее всего, будет крышка. Лучший вариант для пса в таком столкновении – просто бежать. Причем бежать надо быстро, ведь комодские вараны развивают скорость до 20 километров в час. И все же этих драконов больше интересуют не собаки. Куда чаще они сталкиваются, например, с козлами. Посмотрите, как это выглядит. Всего за несколько секунд комодский дракон способен нейтрализовать врага, а затем съесть его целиком. То же самое касается обезьян, которые уже давно боятся этих гигантских ящеров. Ведь в схватке с ними приматы бессильны. Комодские вараны быстро нейтрализуют обезьян, после чего съедают их целиком, иногда даже заживо. Это все выглядит эпично, но такие способности комодского варана неудивительны. Как-никак, ящер очень крупный. К слову об этом, вступить в бой он может и с большим соперником. Например, с местным буйволом. Тот крупнее варана, но даже небольшой группой комодские драконы могут прикончить взрослую особь. Впрочем, это случается редко. Буйволы знают о силе комодских варанов и их яде, поэтому стараются не связываться с ними. В общем, комодского варана можно по праву назвать крайне опасной рептилией. Разве что крупные крокодилы могут представлять для них угрозу. Кстати, на кого вы поставили бы в такой схватке? Пишите в комментариях. Ну а мы переходим к другой опасной рептилии – змея. Уверен, все вы знаете об анакондах, черных мамбах, гремучниках и так далее. Но слышали ли вы когда-нибудь о песчаной эфи? Если нет, то советую запомнить это название, а также внешность самой змеи. Может, она не так известна, как та же мамба, но во многих планах более опасна. Как минимум потому, что ее считают самой смертоносной змеей планеты. От ее укусов ежегодно умирает больше всего людей в мире, чем от укусов любых других змей. Песчаную эфу можно назвать благородной. При встрече с человеком она не нападает на него сразу. Она дает шанс на спасение. Сперва эфа начинает издавать громкий шуршащий звук – это она трет зазубренные кольца. Вместе с этим эфа начинает скручиваться и извиваться. В этот момент лучше отойти как можно дальше, иначе песчаная эфа нападет, укусит, и последствия могут быть жуткие. Яд эфы может действовать по-разному. Иногда он снижает уровень свертываемости крови, и жертва умирает от потери крови. А иногда яд сгущает кровь, превращая ее в желе, что тоже приводит к смерти. Каждый пятый человек, укушенный эфой, становится жертвой. Но, к счастью, люди хотя бы могут спастись противоядием. А вот животные не могут. Песчаная эфа может расправиться со многими созданиями – от грызунов, птиц и лягушек до опасных пауков. Ее рацион питания включает в себя кучу существ, что делает эфу по-настоящему жутким созданием. А на этом все. Напишите в комментариях, особенность какого существа поразила вас больше всего. А также ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok